Привет всем, дорогие друзья, и в эфире Голос ММА. Вот такая мощнейшая реакция на турнире ACA 168, которая бесспорно оставила след в индустрии спорта. Сегодня в выпуске говорим про тренера, а точнее выслушаем, что он сказал про Нурлу Алиева и всю команду, а также узнаем примерную дату возвращения Нурлу в строй, когда же вернется топовый боец из Таджикистана к боям. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Друзья, не переключайтесь, пожалуйста, досмотрите до конца. И по традиции, с вас лайк, подписка на канал и комментарий. А я, как обычно, соберу для вас самые интересные новости из мира ММА. Возвращаемся к словам тренера Нима Мажари, который в Америке вместе с Нурлу проходит этап восстановления после, напомню, травмы колена, которую Нурлу получил во время тренировки. Как раз таки из-за этого он снялся со своего поединка, который мы так долго ждали. Но это ничего, травма пройдет, главное здоровье, главная победа Нурлу еще впереди, и обязательно мы с вами, друзья, станем свидетелями этих побед. Ну и самое интересное, давайте уже послушаем, что же сказал Нима Мажари. Перевод его текста с английского. Команда, вступая в Новый год, давайте примем силу внутри нас. Успех — это не просто цель, это путешествие, в которое мы отправляемся вместе. Если вы уехали на каникулы, заряжайтесь энергией, но помните, что наша коллективная сила определяет нас. Первая неделя 2024 года — это наш холст, давайте нарисуем его с преданностью и самоотдачей. Речь идет не только о тренировках, но и о создании скульптуры нашего успеха. Ваше присутствие звучит громче любой трибуны. Давайте покажем миру нашу жажду победы. Увидимся в октагоне, готовые к победе. Давайте зажжем пламя успеха в 2024 году. Также добавил тренер Нурлу у себя на странице. Вот такая публикация «Фотоколлаж», где все спортсмены, которые выступают под руководством Нима Мажари, среди них Нурлу Алиев, Моин Гафуров и многие-многие другие ребята. Крупнейшие спортивные сообщества в Таджикистане сообщили примерные сроки восстановления и возвращения в октагон Нурлу Алиева. Нурлу Алиев после операции уже встал на ноги и с помощью тренера Нима Мажари пытается скорее восстановиться, проводя легкие тренировки. Наш боец планирует вернуться в строй в течение двух месяцев. Стоит напомнить, ровно месяц назад Нурлу перенес операцию на ногу в США. Сроки реабилитации после операции от полутора до трех месяцев. Верим в скорейшее восстановление нашего бойца. Написали в сообществе. В любом случае, желаем Нурлу скорейшего восстановления. Чем быстрее он вернется в строй, чем быстрее восстановит свою травму, тем лучше для всех. Ну а мы, друзья, продолжаем. Далее у нас еще много интересных новостей. Не переключайтесь. Джастин Гедж напомнил о себе громким заявлением, которое прозвучало у него на странице. Касается это заявление, конечно же, Ислама Махачева. Перевод этого текста гласит. Жду звонка, да она. Готов, когда вы скажете. Давайте посмотрим, кто первым сможет побить Махачева. У Оливейры был шанс, но он не явился на матч-реванш. Это то, что есть. Друзья, вы прекрасно знаете опытного ММА-аналитика, спортивного деятеля Далер Спорт. У себя на странице он прокомментировал ситуацию с Джастином Геджи и Исламом Махачевым. Данные слова принадлежат Далеру. Джастин больше всех в легком весе дрался за титул, чем кто-либо. Но все попытки были неоправданы и вряд ли четвертая попытка оправдает себя. Долго они уселись в топ-10. Джастин, Дастин, Чендлер, Бинейл, Хукер, Рафаэль Досанис. Их должны были заменить новые бойцы года два тому назад. Но UFC все еще их держит ради кассовых боев. С этим трудно поспорить. Абсолютно верно. Далер объяснил всю ситуацию. Что касается Ислама Махачева, на данный момент он наслаждается своим триумфом. Чемпион в отличной форме. Эту форму он поддерживает в зале. Ни на день не останавливает свои тренировки. И ждет официальных объявлений от UFC. Кого соперники дадут, на того Ислама согласится. Об этом он говорил во многих своих интервью. Друзья, вы большие молодцы, что не переключаетесь, смотрите до конца. Это очень мотивирует и вдохновляет, когда ты делаешь что-то. Это ценят и смотрят. Просто нет слов, как приятно. Теперь поговорим про турнир ACA 168, который оставил огромный след в сердцах болельщиков. Фариду Надилов поблагодарил всех за поддержку. И давайте узнаем, с какими словами он обратился к общественности. Пост благодарностей. Бородаро, Хаматонда, от души по-братски всех вас обнял. Всех, кто болел, переживал, писал и тем, кто разрывал арену криками. Эту поддержку чувствовал очень сильно. Братья, вы просто лучшие. Когда братья вместе шайтаны плачут. И, конечно же, тем людям, которые не верили в меня. Вас тоже благодарю. Без вас никуда. Будьте добрее. Не злорадствуйте. Очистите свое сердце немножко. Победа и поражение от Всевышнего. Тачикон, Хамовакт, Сарчаму, Якчам, Бошан, Иншалох. Тогда Хамовакт будет Тачикистон Бапеш. Это были слова Фаридуна. Несмотря на ситуацию, которая развернулась вокруг болельщиков, Фаридун оценил поддержку с трибун. Во всем мире уже знают про эту поддержку. Это только начало. Также хотелось бы отметить поддержку еще одного очень важного человека на этом турнире, на турнире ACA 168. Это Раджабали Байонов, который был вместе с Фаридуном и Анисом Якубовым. Поддержка Раджабали была на высочайшем уровне. И вот его слова после окончания турнира. Всем ассаламу алейкум. Под конец года мы провели очень огромную и кропотливую работу. Два турнира, где бойцы нашего бойцовского клуба одержали трудоспособную победу. Хотелось бы отметить профессионализм нашего бойцовского клуба, тренеров и бойцов. Это общекомандная работа. Хотел бы отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые всегда болеют за наших бойцов. Мы делаем общее дело с вами. Наша цель – показать наш патриотизм, где бы мы ни находились. Мы показали уровень наших спортсменов и как болеем за своих спортсменов. И, конечно же, хотел поблагодарить нашего брата Тимура Абдуллаева, который всегда рядом с нами в любых ситуациях. Нас ждут большие перемены в подходящем году. Как руководитель клуба Evolution Team Bayonov, поздравляю всех с большим результатом наших спортсменов. Мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Нас ждут большие дела в следующем году. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу турнира ACA 168. Как по вашему мнению, является ли он самым успешным турниром ACA за всю историю? Пишите в комментариях. А мы переходим к следующей новости. Еще один знаковый боец, Анис Якубов, который показал себя прекрасно, за 20 секунд победил своего соперника на турнире ACA 168. Поставил рекорд по самой быстрой победе в лиге. Анис, после завершения своего поединка, сделал громкое заявление, которому почему-то не придали должного внимания. Его слова «Я готовы с Вартаном и с Рысколбеком за один вечер подраться». Напомню, что ранее Анис уже обращался к Вартану Асатряну с просьбой о поединке, когда он вызывал его ответить за слова, что он слишком много наговорил после поединка с Азамом Гафоровым. Но от Вартана Асатряна ответ мы так и не дождались. Друзья, для всех новых игроков, кто зарегистрируется по моему промокоду «Антонов», ждет приятный бонус в виде до 25 тысяч рублей на первый депозит. Досматривайте и присоединяйтесь. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу поединка Вартана Асатряна и Аниса Якубова. Кто в этом поединке победил бы, если бы он состоялся? И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе главных событий ММА, что касается таджикских бойцов. Здесь каждый день мы с вами говорим в уютной обстановке, в мощном сообществе, говорим и обсуждаем таджикских бойцов. Всем большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Встретимся завтра в новом ролике. Пока-пока.